Да ладно? Какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну пойми, просто сейчас кризис. А я ищу в Афрес вернуться. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-то пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, всё нужное находишь. Статку растишь и раков все гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май! Ебутенький, не понимаю я. Ты всё-таки зафикс снайпера или зафикс спама приседаний? Капитан Очевидность, я тебе объясняю. Это будет работать, только если делать это вместе. И тогда будет действительно нормально. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, а также Капитан Очевидность. На повестке дня у нас очень горячая и горячо обсуждаемая же тема. Фикс спама приседаний. Одни этому безумно рады, а другие уже отправились на орбиту на жопной тяге. И на то есть свои причины. Дело в том, что действительно, в последнее время игроки очень сильно стали злоупотреблять этими самыми приседаниями. Сразу скажу, я тоже частенько это юзаю. Правда, не так много. Прямо спамить я не спамлю. Я могу присесть во время стрельбы, потом резко встать. Один-два раза, не больше. Но многие просто, сука, ваньки встаньки. Они прям вот так, как дятлы, сука. Только землю долбят и не останавливаются на протяжении практически всего матча. Судя по всему, это их основной способ передвижения. Но проблема не в том, что они спамят. Вообще приседания и даже спам приседания, это нормальная механика у ворота в, наверное, большинстве шутеров. Это было издревле, еще со времен Counter-Strike, когда он был модом для КС. Я играл в него, это был 2000 год. То есть это была норма, в этом ничего плохого не было. Но в Warface есть то, что делает этот тип уклонения, этот манс слишком имбован. Это, собственно говоря, как всегда, наш кривой движок и наша кривая игра. Когда человек начинает спамить приседания, то его анимация, прямо скажем, ломается. Он слишком быстро приседает и встает. И это как бы очень неестественно для нашего восприятия, для наших глаз. Поэтому мы не можем нормально вообще в этот момент понять, что происходит. То есть вот в чем самая большая проблема этой механики. Она работает некорректно. Если вы посмотрите, как приседают персонажи в других шутах, то вы увидите, что он плавно приседает и плавно встает. То есть, если ты нормально как бы разогрет, настроен на игру, то когда он приседает, если ты опытный игрок, ты вполне можешь за ним довестись и поставить ему хэдшот. Но во всяком случае, такой ситуации, когда ты просто в ступоре, как частенько это бывает в Warface, у тебя точно не возникнет. Сразу скажу, что честно говоря, люди, которые спамят приседания, меня особо как-то, ну, не сильно раздражает, потому что я их все равно убиваю. Кстати, есть фишка, но правда, если сейчас это все ведут, вам она уже не понадобится. Этих людей очень легко убивать, когда они спамят перед вами практически вплотную. Просто, ребят, стреляйте от бедра. Работает на отличненько. Кстати, метод был позаимствован из такой игры, как Афикс Ледженд. С ппхами и даже некоторыми штурмовками работает великолепно. Но все же надо признать, что механика в целом, конечно, раздражающая. Люди от нее очень сильно горят. И, если честно, я полностью за, чтобы эту механику фиксанули. Чтобы, действительно, приседания можно было использовать один-два раза, чтобы можно было там один-два раза уклониться и не более того. И чтобы сама анимация была нормальной, плавной. Но давайте взглянем на другую сторону проблемы. Многие говорят, что этого ни в коем случае делать нельзя. Почему? Да потому что, говорят, если фиксануть, то снайпера станут еще более имбовыми. Увернуться снайпера станет еще сложнее. А их мощь и до того беспредельная еще более возрастет. И тут есть здравое зерно. Это действительно так. Но, с одной стороны, давайте сразу скажем, что многие люди, которые бомбят на... Вроде как говорят, что снайпера станут имбовыми. Они правы, но при этом они лукавят. Вспомним времена, когда каждый считал за честь потрахать углы. То есть, подкаты у нас спамили. Помните? Вот это была вообще механика, она была намного хуже приседаний. Вот меня она просто, мою жопу рвала от нее. Серьезно. И даже не потому, что люди, как бы, у них анимации были поломаны. А потому, что по этим людям, сука, урон не проходил. И вы знаете, как они отмазались? Ну, нет, я уйду из игры. Если подкаты пофиксят, то как я смогу размансить снайпера? Но вся хрень в том, что я-то никогда, сука, снайпером не был. Однако, кого не встречу, он тут же, сука, по углам прямо вот так облизывает их все. Я что, на снайпера похож? Нет. Так и с приседаниями. Бегаю себе на пригороде. И каждый второй, сука, Ванька Станька, блин, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк передо мной херачат. Я на снайпера не похож. Я играю штурмовиком, инженером и медиком. Так что эти люди, будем чисты, во многом лукавят. Снайпер это лишь один из классов, против которых они будут размансить, так сказать. Они как спамили, так и будут спамить вообще неважно против кого. Хоть, сука, против Сэда. Однако, это не отменяет того факта, что снайпер это класс, от которого горит не хуже, чем от своего времени от тех же подкатов в стену. Не, ну реально, вы понимаете, в чем проблема снайпера? Вот честно, давайте вот такой метод, как этих снайперов реально пофиксить так, чтобы нормальные скилловые снайпера не будут особо жаловаться. И при этом у большей части игроков Варфейса перестанет гореть жопа. Это всего одна меха. Всего одна, сука, механика. Она называется Нокдаун. Ее вообще надо полностью вырезать из игры. Э, Бацилла, че ты тут зиги кидаешь, а? Пошел в жопу, какую зигу? Идиот, что ли? И многие скажут, как вырезать Нокдаун? Да очень просто. И у снайперов вырезать у всех болтовок Нокдаун, и у медика на Марлине вырезать Нокдаун, и у оглушек вырезать Нокдаун. Я сейчас объясню, почему и как это сделать. Почему? Да потому что Нокдаун в свое время вводился, когда разработчики не знали, что им делать. Они только все на ходу придумывали. Это была вынужденная небольшая мера. Ввели Титан, потому что была АС-50, и люди макросом разгоняли ее до темпа стрельбы в калики. А потом оказалось, что, блин, Титан мешает играть болтовщиков. Ввели Нокдаун. Именно так эта хрень, собственно говоря, у нас по большому счету в игре-то и появилась преимущественно. Но на сегодняшний день Титаны никто уже не использует вообще антиваншоты. И я почему-то вынужден сосать от снайпера на своей же медика дистанции. Какого хрена? Запрыгиваешь на дэшки в плент единицы, или там охраняешь бомбу, выпрыгивает снайпер перед тобой. Вот он, сука, вот он, рукой до него дотянуться вот так нужно, сука, поюб. Я в него стреляю с дробовика, и он в меня стреляет. У него, сука, косяк, и у меня косяк. Большой такой, сука, косяк. А если серьезно, я стрельнул, я попал, но не всей дробью. И он стрельнул, и он вообще, сука, еще хуже попал. Он вообще попал волосок на жопе где-нибудь. Вот в пятку попал, понимаете? Ему-то похер, а я лег. А то, что я медик, и эта дистанция моя никого не интересует. Я не имею права на второй шанс на своей дистанции. А он имеет. И они, сука, еще на Чапу жалуются. Ну покажите мне Чапу, которая будет с одного выстрела убивать на 50 метров. Нет, конечно. Или, может быть, давайте сделаем так, чтобы Чапа или Киллтек, или даже Марлин хотя бы. Если за 50 метров я не убил снайпера, а не выстрелил Марлина, пусть он падает на жопу. Но такого же нет. Это получается дичь. Снайпер это класс, который убивает тебя при любых раскладах, куда бы он ни попал. Потому что если он тебя не сваншотил, ты лежишь на жопе, ты беспомощен. То есть даже в упоре, в упоре, если ты медик, инженер или штурмовик, тебе надо надеяться, молиться на ваншот. Если медик еще более-менее как-то, а штурмовик и инженер, так вообще им надо только в голову попасть. Иначе все, никаких шансов, сука, нет. Все, что нужно, друзья, это, во-первых, убрать нокдаун и у снайпера, и у медика с его Марлином. Это раздражающая, крайне бесячая вообще механика. Вот серьезно, если бы я был, наверное, игроком с другой игры вот сейчас, когда выбор хороший, я бы пришел, я бы в нокдаун пару раз лег, за матч я бы сказал. Что надо, пойду дальше в Warzone играть. Серьезно, без шуток, такой дичи я нигде не встречал. Многие скажут, что сделать с титаном. Да очень просто, титан и этот алмаз, короче, вот эту арму, все там антиваншоты, превратить в нормальные бронежилеты. Титан, который еще за кредиты покупался, сделать аналогом наградного бронежилета, да еще и небольшой оригин брони добавить. Все будут довольны до жопы. Что касается оглушки, они у некоторых еще остались. Просто-напросто взять оглушку и сделать аналогом гранаты седа. То есть взрывается и еще слепит, но при этом взрыв гранаты аналогичен обычной гранате, то есть взрыв мощный. Круто, по-своему немножко имбово, но классно, классно. Это не менее эффективно будет, чем оглушка сейчас. Здорово, прикольно. И, кстати, можно потом разработчики каким-то праздником их иногда продавать. Почему нет? Бизнес-идея. Все-таки даже от этого будет бомбить меньше, чем от снайперов. Зато представляешь, если так делать, как будут снайперы тогда бомбить? Хэп, нормальный снайпер не будет бомбить. Особенно снайпер, который имеет опыт игры в других шутерах. Некоторые говорят, не, ну если вот так делать, но когда он убирает, то тогда как контр-страйки. Ребята, в каком контр-страйке? В контр-страйке ваншот в голову и тело. Если ты попадаешь в пятку, из АВП ваншота не будет. Да при всем при этом там и темпа нету такого у снайперской винтовки. То есть фактически снайпер в контр-страйке слабее, чем снайпер в Варфейсе. Я вам это серьезно говорю, потому что в контр-страйке я в свое время играл, и немало. В Call of Duty так там зума такого быстрого даже близко нет. Я вообще не знаю ни одной игры, где снайпер был настолько переапан. Ее, сука, просто не существует такой игры, понимаете? Если вы разработчики боитесь, что ой, часть игроков будет бомбить, я вас умоляю. Да сейчас вот эта часть, которая будет бомбить, это сколько у нас процентов игроков постоянно играет снайпером? Вот так, у вас же статистика есть. Основной класс у нас вообще штурмовик. Который как раз на дне, но почему-то это никого не беспокоит. Я уверен, что снайперы, это даже не треть игроков. Ну максимум может быть треть. Но даже если это треть, то большинство игроков не то что не будет бомбить, они наконец-то перестанут бомбить. А опытным снайперам это никак не помешает играть. Особенно учитывая современные болтовки, наиболее ходовые из которых ваншотят вообще и так пофигу куда. Хоть в пятку, хоть в палец, хоть в волосок на жопе. То есть фактически особо ничего не поменяется. Но хотя бы снайперы будут теперь 10 раз думать перед тем, как запрыгивать в упор к медику. И хотя бы небольшой, хотя бы какой-то баланс наконец-то наступит. Чё такое, ебутешка? Жопа сгорела? Да. Пойду-ка я лучше в сталкер поиграю. Субтитры создавал DimaTorzok